Бородатый лингвист Вы можете сразу не писать, потому что я не знаю, где мне еще много, тысячи, миллиарды раз сказать, что грамматика-переводный метод точно так же используется, и его элементы я точно так же использую сам, понимаете, просто все зависит от конкретного студента. Но я не знаю, я не помню, где такое написано, что в грамматико-переводной методике запрещено выводить грамматику в актив. Я правда, ну честно, не знаю, не видел, сколько вот смотрел, гуглил, ну нет нигде такого пункта, понимаете, ну нет нигде такого пункта. Еще искренне не понимаю, где в грамматике-переводной методике пункт о том, что видео должны идти три часа, все полностью на русском практически. Опять же, тоже не знаю, вот не видел где-то этот пункт, поэтому, ребят, не к грамматике-переводной методике была претензия, а претензия была совершенно в другом. А так вы можете тратить свои деньги хоть на кого хотите, хоть на Дмитрия Колесникова, хоть на English. хоть на Диану Алмазик, мне абсолютно по барабану. Если вам хочется, пожалуйста, идите тратите. Вы посмотрели курс, решили, что вам нужно три часа объяснений. Супер, класс, я вообще нисколечко не против, пожалуйста, флаг вам в руки. А сегодня мы с вами будем разбирать такой курс, который называется «Врываюсь в С1». Да, как вы знаете, я собираюсь готовиться к CAE. Вот такая вот у меня пока что цель, хочу подготовиться. Взял под подмышку учебник с Advanced Grammar and Use, взял там еще пару учебников о подготовке и погнал, короче, читать, начитывать. И, конечно же, отрабатывать, да, потому что куда без этого. Так вот, когда мне писали ребята о том, что они хотят, чтобы я разобрал Наташу Мак, хотя я всегда ее называю Наташмак, ну так написано просто Наташа Мак, Наташа Мак, Шамак, типа Шамак. Ну, типа, извините, просто я почему-то так читал ее инстаграм-аккаунт, но, тем не менее, это не важно. Я зашел к ней посмотреть, какие у нее есть курсы, и у нее, в принципе, ничего интересного толком нет. То есть, у нее там времена, фразовые глаголы, вся халтурка, да, но нашел я действительно кое-что интересное. Вот этот курс врываюсь в C1, потому что из всего этого это было самое оригинальное. И вот сегодня я хочу вам его показать, разобрать и посмотреть. Но перед тем, как мы начнем, я предлагаю для начала познакомиться с автором. А то кто же видос свои без экспозиции начинает, да? Такс, давайте про образование. В 2016 году я поступила в Киевский экономический университет на специальность International Business. На втором курсе я начала преподавать англ. Правда, тогда для меня это называлось встретиться с друзьями на кавузьку и объяснить им present perfect как хобби. Ну, и понятно, что я не комплексовала из-за образования, потому что, ну, типа, для меня это было хобби. Да, я готовилась к урокам, я очень радовалась, что мои знания могут быть полезны не только мне, но не воспринимала это как что-то серьезное и думала, что, ну, просто, да, такое у меня хобби. В феврале 2019-го я преподавала английский бесплатно, чуть позже почти бесплатно. Потом за еду и жилье волонтерила преподом в итальянском колледже. Это было очень странное время, я вам уже рассказывала, потому что никто не учился создать план урока, никто не учил придумать упражнения. Меня просто поставили в класс и говорят, вот, у тебя сегодня пять пар, вперед. И пришлось учиться. Пришлось, а что делать? Там я встретила друзей, впервые попробовала вкусный эспрессо и получила тот самый преподский опыт. Я научилась объяснять грамматику, придумывая бытовые примеры из жизни студентов. Максимально аплая это к ним, и это работает до сих пор. А потом мои студенты начали сдавать экзамены C2, получать стипендии, переезжать за границу и рекомендовать меня своим знакомым. Так я впервые за два года задумалась, что может я таки и неплохой препод, но раз у меня таки получается, кайфово объяснять. А потом я завела вот этот блог и попала в преподскую тусовку, где впервые поняла, что оказывается не все препод ставали CPE на 200+, и не все жили и учились за границей, и у меня просто по факту больше английского в жизни. Було и есть. С помощью блога я поняла, что очень сильно недооценивала себя и свой опыт. Синдром самозванца вошел в чат. Да, как вы видите Наташа, или же как она сама себя называет Наталка, в ее парадигме обучение английскому это почему-то просто правильно объяснить. А, ну да, действительно, это же как раз была основная претензия ко мне, опять же, в курсе в том самом злополучном, что нужно объяснить правильно, а вся отработка ты сам собой занимаешься. Ну, в принципе, значит, этот курс вам точно понравится, я так думаю. Так вот, для меня на самом деле довольно странная парадигма, потому что я не считаю, что в английском нужно просто правильно объяснить. Для меня все-таки преподавание английского это больше про отработку и про создание некой атмосферы среды, скажем так. Я бы, наверное, все-таки это вот так сказал. Конечно, этого невозможно достичь, мы это все прекрасно понимаем, что среды у нас не получится сделать никогда, да, и всегда мы прибегаем к вещам, которые, собственно говоря, есть у нас под руками. Это там какой-нибудь словарь, это просто перевод, да, или там какие-то объяснения простые от преподавателя, да, то есть, конечно, этого нет. Но все-таки для меня именно идеальный урок это смог погрузить своего ученика в среду. Еще почему-то она решила, что владение английским на уровне С2 и проживание за границей тоже почему-то из тебя делают хорошего препода. Этого я тоже не знаю, потому что владение языком это, естественно, очень важно, уровень языка это, естественно, очень важен, но он идет наравне с методикой преподавания. Если ты не владеешь методикой, а просто умеешь правильно объяснять, то твой урок, возможно, будет не самым лучшим, скажем так. Но это все ладно, это все лирическое отступление. Что же Наталка сама думает про профильное образование? Настроение, знаете, мотивационный спикер. Преподский диплом, он часто загоняет в рамки, ну, как любой диплом, на самом деле. А вот нет этого диплома и рамок нет, потому что ты просто не знаешь, как оно должно быть. В итоге мой бизнес-диплом, на самом деле, мой unfair advantage, потому что я никогда не училась объяснять англ, зато я на нем жила, думала и дружила. А это намного ценнее. Ребят, все по стандарту. Преподавать меня не учили, да я и сама знаю, нафиг мне эти ненужные знания. Зачем им нужно, понимаете? Я свободна от всех этих рамок. Я могу вообще как угодно преподавать. Я стою над лабиринтом, понимаете? Я смотрю на вас сверху, вонючие мыши преподаватели. Или вы там в своем лабиринте, там что-то бегаете, там что-то методики, техники, технологии. Я сама все знаю, я сама все поняла. Мне учиться, мне ничего не надо. Я знаю английский, я жила в Штатах, там или где, я не знаю, она жила, ну, там, в среде, скажем так. Я вам сейчас тут покажу, как надо. Ну, мы, собственно, конечно же, сейчас и посмотрим. Но перед тем, как мы продолжим, я хочу сказать очень важную информацию для людей, которые изучают или хотят изучать французский язык. Причем сделать вы это можете совершенно бесплатно. Я предлагаю вам подписаться на канал Ната Кутровский, которая сегодня оказалась нашим спонсором. Ее канал посвящен самостоятельному изучению французского языка с нуля. Сейчас на нем активно выкладывается полноценный курс французского для начинающих. Далее, конечно же, будет курс для продолжающих и для тех, кто уже более-менее разбирается. То есть, если вы думали, блин, хочу французский изучать, вот когда начать? По-моему, самое время. Автор канала прекрасно понимает, как же тяжело найти настоящие хорошие самоучителя. Поэтому все материалы она готовит качественно. Она продумывает каждый урок, чтобы сделать его приятным для вас. Что очень круто, что материал подается абсолютно простым языком. То есть, без лингвистических терминов, который на начинающем уровне в принципе не нужен. То есть, весь этот мета-язык, он в принципе для обучения не нужен. Поэтому НАТО, конечно же, его избегает. Ну и, конечно же, самое главное. Что самое главное в изучении языка? Правильно. Это практика, о чем я не устану повторять. И НАТО уделяет этому огромное внимание. В дальнейшем также будут разрабатываться видео чисто с практикой. То есть, только практика. Ну и что же нужно самое главное развивать? Это, конечно же, навыки понимания, навыки говорения, навыки понимания письменной речи. Вот это все НАТО и развивает в своих уроках. В ее команде также есть носители, которые помогают ей с созданием контента. Поэтому о каких-то ляпах и ошибках, я думаю, речи идти не может. Также НАТО сдала международный экзамен DALF на уровень C1. И на этом останавливаться не собирается. Она собирается все дальше совершенствоваться. Так что, если вы хотите изучать французский язык или же изучаете его сейчас, то это будет либо началом вашего изучения, либо будет неплохим дополнением к вашему изучению. Поэтому поддержите автора канала, поддержите автора канала с качественным контентом. Заходите, посмотрите, напишите, что пришли от меня, поставьте лайкосики. Ну и, собственно говоря, спасибо ей еще раз за спонсорство этого ролика. Ну а мы переходим к обзору. Давайте поглядим, что же из себя представляет курс. Поэтому мы с вами поработаем, поработаем много. Во-первых, задания и материалы, собственно, выходят каждый день. То есть в ближайшие 6 недель, каждый день мы с вами будем по чуть-чуть, по чуть-чуть работать, не выпадая из графика. Уроки, сами уроки, домашки к ним, все материалы, самопроверки, все-все-все, выходит по понедельникам и четвергам. У нас есть два типа домашки, которые мы с вами сверяем. Первые 4-5 заданий обычно мы их сверяем по видео. А остальные задания творческие вы отправляете своему куратору. Так вот, на вот эти творческие домашки выделяете 3 дня. Давайте так договоримся, 3 дня, чтобы их сделать все, написать, напечатать и отправить вашему куратору. А у куратора я их тоже люблю. Тоже есть 3 дня, чтобы их проверить, дать вам ваш фидбэк, друзья. Из небольших нововведений. У нас с вами новый тип домашки появился. Аудиосообщение, которое нужно записать куратору. Очень эффективное задание. Обычно последнее. Это ответ на какой-то вопрос, на выбор объем обозначен в условии. То есть каждый раз немножечко разный. Почему эффективно? Потому что, давайте договоримся, это задание должно быть отправлено одним сообщением. То есть одним аудиосообщением. Нельзя отправить 10. Так нечестно, так не считается. Одним сообщением. Не обязательно с первой попытки. То есть вы можете перезаписать его 100 раз, но не отправлять. Отправить вот ту последнюю, самую лучшую, по вашему мнению, версию. Лучше которой быть не может. Где вы сами довольны каждой секундой вашего английского. Во вторник выходит ридинг и задание к нему. В среду выходит лиснинг и задание к нему. Четырек урок. В пятницу у нас выходит задание keyword transformation, где нужно переделать предложение слова. Все это выходит у нас вот на этом канале, где мы нашли это видео. Поэтому на момент курса советую вам его закрепить у себя в закрепленных. Плюс, если у вас в тариф входит чат, тоже советую вам его закрепить, чтобы не терять его с поля зрения, чтобы болтать. В чате, друзья, советую вам, опять же, чисто совет дружеский. Может быть, отключить notification, чтобы они вас не раздражали, да, опровещение. Но не терять его с поля зрения, чтобы помнить, что у вас есть, что можно переписываться на английском. По поводу чата, друзья. В чате давайте договоримся, пишем то, что могла бы прочитать ваша мама. Потому что в чате есть моя мама, поэтому, пожалуйста, с уважением. И не только, кстати, моя. По поводу ещё моментов. У нас с вами есть speaking club. У кого-то входит в пакет, они приходят по выходным, друзья. Пожалуйста, я вас всех приглашаю. У кого-то, опять же, есть тарифе, приходите. Вот, записывайте. Записаться можно заранее. Тему выбрать, куратора. Всё подобрать вам по вкусу, как вам удобно. Куратор вам, если что, напомнит. Если вы записались, они вам напомнят, чтобы вы не забыли. Вот. В принципе, в принципе, вы это уже знаете. Что ещё важно? Speaking club по выходным. По выходным у нас с вами ещё сериал. Вместе мы с вами смотрим сериал. Формат. Смотрим серию, выполняем к ней задания. То есть, по факту, друзья, работаем каждый день. То есть, по сути, заниматься нужно каждый день. Это своего рода марафон. Я этого, конечно, не очень люблю, но придётся с этим мириться. Плюс ещё такая проблема, что у меня не было возможности купить speaking club. Не из-за финансовой возможности, а просто потому, что она их сейчас не продаёт. Всё, что у неё сейчас есть, это записанные курсы. Возможно, когда-то она открывает заново запись, чтобы можно было зайти пообщаться со speaking club и так далее и тому подобное. Про это мы поговорим в конце ролика. Я просто вам хочу сказать, что у меня сейчас курс без speaking club в принципе. У меня вот просто курс таким, какой он есть. Опять же, про цену и про говорение мы как бы поговорим потом. Про говорение поговорим потом. О, какой я оратор, заметили? Делать обзор курса я был на основе недели, чтобы вы понимали, как это всё друг с другом соприкасается, что вообще зачем уйдёт и что происходит. Думаю, так представление о курсе у вас сформируется очень хорошо. Итак, первая неделя. Первая неделя – это первый модуль. Там идёт две грамматические темы, то есть там идёт два видео, в которых она расскажет про ту или иную грамматическую тему. Первым у нас было Narrative Past, а второе было Perfect и Perfect Continuous. Вот я предлагаю на Perfect и Perfect Continuous попристальнее посмотреть, потому что мне эта тема очень нравится. Я буквально недавно про неё читал. Я в ней разбирался, потому что, опять же, готовлюсь и смотрел некоторые грамматические аспекты. Поэтому посмотреть эту тему и сравнить с тем, что я знаю, мне было бы очень и очень интересно. Давайте же, в принципе, вот предположите, что же это такое. Вот вы собираетесь поступать на уровень C1. Ну, не поступать, а собираетесь переходить на уровень C1. Вот что, какие видео вам сейчас необходимы больше всего. Всем привет, друзья! Сегодня с вами будем разбираться с Perfect и Perfect Continuous временами. С настоящим и будущим. Кто готов? Выкрутое, потому что тема интересная, много интересных подводных камней. Так что погнали. Что по плану? Смотрите, по плану мы разберёмся, в чём как бы суть, как выглядят эти времена. Когда только Perfect, когда только Continuous. С левой маркеры. То же самое как бы для Future, да? То есть, у нас сначала для Present, потом для Future. Ну, и hadable случай. То есть, много всего интересного. Берите ваши заметки и погнали. Начнём, конечно, с Present, да? Как выглядят? Я уверена, что вы уже встречали подобные штуки. Конечно, вам уже известен Present Perfect. Вам, возможно, даже увиделся уже и Present Perfect Continuous. Как они выглядят? Смотрите. Subject, то есть главный герой. Плюс have has been, да? Это как бы have для, собственно, всех. И has для he-sheet. То есть, да, всегда, где he-sheet, какая-нибудь S выскочит. Вот она здесь, has. И глагол с окончанием ng. То есть, у вас всегда будет have или has been, и всегда будет глагол с окончанием ng. Что по поводу Present Perfect? Тут, я думаю, вам это изнависно. Либо have has, либо третья форма глагола. Тоже главный герой. Всё как бы стандартно. Good. Давайте, например. I have been watching this film for two hours. It's too long. Я смотрю этот фильм уже два часа, но слишком долгие. Да, то есть, я смотрю его два часа. Делаем акцент, угадайте, на чём? На продолжительности. Во всех Continuous, да, и Perfect Continuous, тем более в временах, мы делаем акцент на продолжительность. Мы не знаем, когда это началось в действии. Мы не знаем по факту, когда это всё происходит. Нам важно здесь только продолжительность. То есть, вы делаете акцент именно вот тут два часа. Вот вы прям акцентируете вашему собеседнику, ну, два часа, смотри. Ну, и дальше, понятно, говорите, да, it's too long, потому что вы уже сделали акцент, и как бы продолжаете мысль, да. Вы дали понять, на чём как бы нужно сакцентироваться. И дальше продолжаете мысль, собственно, связанную с продолжительностью фильма. Вот. I'm exhausted because I've been doing sports all morning. Да, я уставший, потому что я всё утро делал спорт. То есть, опять же, вы делаете акцент на продолжительность. И вы скажете, блин, ну я же уже, типа, закончил. Да, но вы вот-вот-вот закончили. То есть, вот как бы, вот буквально секунду назад пришли домой, весь такие ещё там потные, грязные. Вот вы всё там, всё утро делали, занимались спортом. Я изнемождённый, уставший. Вот. Соответственно, когда у вас есть какой-то результат, и как бы вы рассказываете причину к нему. И опять же, хотите сакцентировать на том, что это было долго, и сказать, алё, это было долго. В этом, как бы, суть этого времени. Естественно, это объяснение на русском языке. Ну вы же на С1, правильно? Ну вам как сейчас? Вы же не А1, не А2. Вам пока что непонятно там, да, вот эти вот объяснения на английском, вот эта вот английская речь. Ну вы ещё не до конца разобрались. Просто уровня Б2, я считаю, ну вот моё исключительно мнение, да, я считаю, уровня Б2 недостаточно для того, чтобы воспринимать речь, там, грамматику, да, на английском языке. Ну, никак невозможно, мне кажется. Поэтому, ребят, ну да, для С1 обязательно нужно объяснение на русском языке. Вообще, опять же, во всех методичках это написано, да. Это как бы, ну, реально, вот куда угодно, посмотри, везде так написано. И если честно, да, это просто обычное объяснение, ничего такого там нет. То есть там есть и довольно неплохие сведения, например, вот это. Что ещё интересно. Производный континьюс, друзья, с оттенком недовольства или критики. То есть, опять же, помните, я вам говорила, что континьюс всегда отвечает за какой-то такой... Он ест орешки, хоть у него на них аллергия. То есть, ну, блин, Ален, зачем ты это делаешь? Да? Вот это прям хочется туда добавить, типа... Вот прям, честно. То есть, мы пока на этом бесим, кто тут с моими бумажечками их трогает? А ну, ручки убрал отсюда. Вот тут мы как бы показываем, что нас это раздражает. Хотя также могут быть и ошибки. То есть, там явно должно быть не missing round, а messing round. Хотя, если кто в курсе, скажите. Я, может, просто не знаю, что-то. Future perfect можно использовать вместо must have done. Значение, вероятно, должно быть. Вот эту вот фигню мы с вами тоже заберём на следующую неделю. Или через неделю, через неделю. Но это означает, да, должно быть в прошлом. То есть, мы можем использовать future perfect в прошлом, друзья, да. Да, смотрите. Ты должно быть заметил, что я... Немножко переживаю, да? Волнованно. То есть, вот это означает, ты должно быть уже заметил. Или же... Ты должно быть не слышал, да? Вот. Ты ещё, наверное, не слышал. То есть, если вы такое видите, речь идет о прошлом. Так можно, это странно. Так можно. Очень high-level вечеринка, берите на заметку. Мэйдива это использует, реально это использует. Короче, кайф. Ладно, я рада, что вам это рассказала. И да, как бы, окей, типа, норм, пожалуй, классно, спасибо за это. Но есть порой и крайне странные, я бы даже сказал, местами профанские объяснения, которые я вам тоже хочу показать. Stated verbs, друзья. Stated verbs просто не используются с континиусами. И, как бы, признак verbs и континиус не исключение. Да, они не используются. То есть, это глаголы умственной деятельности. Кто был на курсе, я врываюсь в B2. Там был у вас прям перечень этих слов. Stated verbs. Но повторим, да? Общий принцип. То есть, это no understand, например, да? То есть, вы либо знаете, вы либо не знаете. В чём прикол этих stated verbs? Что их нельзя делать в сию секунду. Да? То есть, вот они либо есть, либо нет. Соответственно, континиус с ними не работает. Потому что континиус-то всегда про вот одну секунду. Вот в эту секунду, например. Соответственно, вы либо знаете Машку с пятого подъезда, либо вообще не знаете, кто она. И если вы уже её знаете, то вы, как бы, не можете её не знать. Вы можете, там, её, не знаю, забыть. Вы можете... Но, как бы, всё равно вы её либо знаете, либо нет. Да? А то же самое чувство эмоций. Это чисто прикол английского. Но насчёт чувств тоже, да? Love, например. Hate. Вы либо любите кого-то, либо ненавидите. Всё. Всё, да? И это постоянно. Это не может быть в одну секунду. Я тебя люблю, а потом я тебя не люблю. До свидания. Это мне не подходит. Да? Показываем принадлежность. То есть, что-то кому-то принадлежит. I have my car. Да? У меня есть моя машина. Как бы, она у меня либо есть, либо у меня нет. Так что, как бы, нельзя мне, что она её в одну секунду у меня есть. Нет. Мы говорим конкретно в целом и всегда. Она у меня есть сегодня, завтра тоже будет. Belong принадлежит, посадь тоже, да? Обладать чем-то. Вот здесь, например, она рассказывает про state verbs. Да? То есть, про глаголы, которые нельзя использовать в continuous. Ну, как нельзя? Нельзя. Ну, вы понимаете, да? И, причём, здесь же она показывает слово have, но про само слово have она ничего не говорит. То есть, да? Потому что у него есть два конкретных значения. Именно вот этот пример, он крайне ярко показывает то, насколько эти глаголы разные. То есть, have в значении чем-то обладать, что-то иметь, да? И have в значении принимать, да? Have breakfast, have shower и так далее. То есть, в этом случае этот глагол можно использовать в continuous. И мне кажется, когда мы всё-таки, ну, типа, рассказываем про такие вещи, это, ну, не помешало бы упомянуть. Ну, как бы, мне так кажется, я так думаю. Ещё мне забавляет, когда она показывает какие-то исключения. State verbs, откуда-то взятые исключения, да? Подкрепляет это всё тем, что я так слышала. Но есть исключения. Вот это интересно, это уже на нашем с вами уровне уже можно на это обращать внимание. Смотрите. И такие у меня крикиц, как они. Сверчки на улице такие, типа, здравствуйте, вошли в чат. Ладно, что это значит? Это значит, что я уже какое-то время слышу странные шумы, доносящиеся с улицы. И в чём прикол? В том, что хир мы не используем в... Это state verb, один из очень классических state verb. Но если вы хотите сэкцентировать, что это всё ещё происходит, что это как бы долгое действие, то вы будете так и говорить, потому что вы хотите подчеркнуть, да? То есть, вам актом запретит. Вы что хотите, то и говорите в английском. Но здесь вы конкретно подчеркиваете, алё, а это уже длится. Я уже это как бы слышу какое-то время. И опять же, следующее предложение может вызвать шок у преподов английского, у некоторых, возможно. Но, друзья, на эти в спикере я не раз это слышала от них лично. I've been wanting to read one piece for ages. And today I finally got the book out of the library. Это абсолютно нормальное предложение. И сам... Поверьте, это звучит абсолютно нормально. Хотя я знаю, что want это такой, знаете, тоже классический state verb. Но так можно сказать, опять же, если вы хотите подчеркнуть, что вы как бы долго хотели её прочитать. И вот, наконец-то, вы получили книжку, ну, из библиотеки, да, взяли. Тут мы подчеркиваем продолжение. Я так слышала в стране, я знаю, что так правильно. Это всё, конечно, очень здорово. Но тогда для нас всё-таки, ну, лично для меня открывается вот такой вот момент, что мы сейчас учим это для экзамена или для разговора? Если мы учим это для разговора, вопросов нет. Да, но всё-таки я бы, наверное, вот небольшую помарочку бы сделал, что в письменном английском, официальном английском, эти вещи, возможно, были... Не то, что возможно, а эти вещи 100% считались бы ошибкой. Потому что, когда вы будете делать это в экзамене, в том же самом ЕГЭ, да, каком-нибудь там, или в других, в любых других экзаменах, скорее всего, в письменной части вам это засчитают за ошибку. Но опять же, типа, объяснение, объяснение уровня. Я так слышал, носители так говорят. Это всё, конечно, прикольно, да, но всё-таки нужно делать пометки. Нужно объяснять, что есть грамматика книжная, есть грамматика человеческая, да, то, как говорят на улице, и то, как написано в словарях и грамматических справочниках. Это очень важно. Это очень важно, чтобы эти вещи разделять. И что касается этих моментов, да, действительно, так говорят. И это просто обычная живая грамматика. То есть, иностранцы её используют. Но, опять же, если вы будете писать экзамен и будете письменным эссетом какой-то давать или в ЕГЭ, крайне высокая вероятность, что вам посчитают за ошибку. Хотя в говорении, возможно, и нет. Но всё-таки, опять же, будьте с этим аккуратны. Вот, ещё один интересный момент, друзья. Длинные глаголы. Это тоже такой очень негерский момент, как и предыдущая штука. Что это значит? По правилам, друзья, если мы, вот, да, хотим подчеркнуть предложительность, мы даже не спорить present continuous. Э, фьючка. Present continuous. I've been living here for two years. Да, это правильное, грамотное предложение. Но native, вполне вероятно, может сказать I've lived here for two years. У наших преподов английского есть для этого объяснение. Скорее всего, вам в школе, если вы спросите у слова школьного препода, объяснят, что здесь вы в этом случае как бы всё ещё живёте в этом месте, а тут вы как бы уже приехали. Но это не совсем native-ское объяснение. Для native, который не задумывается над такими штуками, он знает и грамматику, и само слово. Так вот, для него слово live, оно так или иначе само по себе длинное, потому что жить где-то, ну типа это подразумевается длинное действие. Ну вы типа не можете где-то один день пожить, да, то есть если вы живёте, то это уже долго. И получается у него длинный глагол, ну по смыслу, ещё и длинная грамматика. Длинная, да, то есть продолжительная. И для него как бы это звучит too much, типа масло масляное, тавтология, потому что он как бы говорит и слово длинное, и грамматика длинная, и получается too much. Поэтому вполне вероятно native может сказать I've lived here for two years, даже если он там до сих пор живёт. Соответственно, друзья, это не ошибка, это просто native-ский вариант такой грамматики. На нашем с вами уровне можно это уже как бы себе там где-то отметить. Good. Вот. Та же самая штука с вопросом в слове work, например. Да, то есть работать. Работать мы тоже, ну, работаем обычно где-то долго, да, та же самая история. Длинный глагол, длинная грамматика, соответственно, абсолютно грамотное предложение, да, I've been working for this company for 10 years. Да, я работаю здесь уже 10 лет. Это грамотно, но native скорее всего скажет I worked for this company for 10 years. Опять же, потому что work — это длинный глагол. И опять же, у наших с вами преподов, скорее всего, будет объяснение, что, мол, типа, тут я всё ещё работаю над компанией, тут я уволился. Это не обязательно так. То есть, может быть и так, но не обязательно так. То есть, как бы, у найти его другое в голове, потому что они думают про это по-другому, да, для нас на новый язык, для них на их язык, и они оценивают его с других точек. Так что, так что, вот так, с длинными глаголами можно использовать present perfect, не present perfect continuous. Хотя можно и то и то. А вот это вообще, б***ь, какая-то полнейшая профанация. Какие, нахуй, длинные глаголы? Откуда она взяла их? Может, какой-то список есть? Что из этого длинные? Что, б***ь, короткие? А играть — это длинный глагол? Не знаю. А смотреть кино — это длинный глагол? Не, реально, я просто вообще почему-то вдруг работать — это откуда-то... Ладно, жить я ещё вот хоть как-то могу... Ну, работать, да с херов, это длинный-то глагол. Вообще, какие, б***ь, длинные глаголы? О чём здесь речь? Приплела зачем-то учителей, мол, типа, учителя могут вам сказать вот так, а я вам скажу так, как я слышала. Слышала вот там вот где-то у себя, там вот кого-то. Опять же, если вы рассказываете о грамматике в своих курсах, будьте добры ссылаться не только на личный опыт, а в том числе и на грамматические справочники, которые являются сейчас языковой нормой. Что я сразу могу сказать? И то, и другое в целом являются взаимозаменяемыми, да? То есть можно использовать и так, и так. Но когда вы используете present perfect и говорите «I have lived here for 12 years», остаётся вот такой небольшой момент недосказанности. Да, действительно, не факт, что вы уже уехали, но также никто и не знает, уехали ли вы на самом деле. Это просто сам факт того, что вы здесь жили 12 лет. То есть именно идёт суть в этом, что вы тут жили. Неизвестно, живёте сейчас, не живёте. Можете живёте, а можете нет, пока непонятно. Если вы скажете «I have been living here for 12 years», 100% вы будете здесь жить ещё и дальше, да? То есть, ну, вот этот вот момент как раз-таки обыгрывает. Это не значит, это не значит, что это длинный глагол, просто это абсолютно разные оттенки, вот в чём суть. Опять же, плюс без контекста разбирать предложение немножко сложно, да? То есть, опять же, даже если мы... Если мы заглянем во всевозможные учебники по грамматике, справочники, то мы увидим, что там очень важен контекст, и именно от этого будет зависеть тот самый оттенок, когда говорить «present perfect simple» или «present perfect continuous». Собственно говоря, вы все сейчас их видите на экране, можете сделать паузу и почитать. Вот, например, то, что подтверждает мои слова. Когда мы говорим именно о результате, то тогда мы используем «present perfect». Если мы говорим о самом действии, то мы можем использовать и то, и другое. То есть, нужно не понимать, что ты для чего рассказываешь. Плюс я всё-таки считаю, что нужно ссылаться на некоторые словари, а не просто видеть, что есть длинный глагол и короткий. Потому что это просто попахивает какой-то профанат. Он, видя какую-то картину, просто берёт и делает вывод, но при этом не обращает внимание на какие-то реально доказанные моменты. А если вы ей об этом скажете, он скажет, «Ну, это мой опыт, я так слышу». Мне так говорили на эти, вот это длинный глагол. Long verb. Вот так вот. Следующий момент, он касается именно качества самого видео. Я просто говорить ничего не буду. Хочу показать вам вот это вот, наверное. Ну почему вы, сука, такие халтурщики, а? Ну почему вы, ну вы же там миллионы свои зарабатываете с этих курсов про времена, про ещё какое-то говно. Вы же это всем рассказываете, как много у вас денег, какие вы успешные, какие вы богаты. Да наймите вы, сука, монтажёров. Ну вырежьте вы всю эту халтурщику, вот эту вот ебучую. Нельзя вырезать, блядь. Это чавканье, сопанье, блядзёвканье. Это нельзя никак вырезать, блядь. Я должен 20 минут уху слушать, как кто-то чупа-чуп сосёт. Если бы, блядь, я хотел это послушать, я уж бы, наверное, АСМР послушал. Включил бы как кто-нибудь осьминога, если бы мне всё это нужно. Зачем мне это всё слушать? Она просто взяла и записала одним дублем. Вообще похеру просто. Включила презентацию, поставила вебку. Насрать, чё там, резать, не резать, подрезать. Да насрать, похер. Вообще, вот просто она говорит, как бы, и всё, и там уже дальше. Сами что-то решайте. Потому что, действительно, ну, людям, когда они заплатили там 100 баксов за курс, очень хочется чавканье, чмоканье послушать. Я вот вообще кайфанул. 20 минут слушал, как кто-то мне в ухо чмок. Ну, дыря... Дайте два, пожалуйста. Можно ещё вот, ну, чё-нибудь вот. Причём я понимаю, вы же там люди творческие, преподаватели, там, умеете правильно объяснять. Ну, не знаете вы, как вырезать. Ну, не умеете. Ну, нормально. Наймите людей. Сколько у тебя там видео? 6 модулей, 2 видео, 12 видео, да? Ну, сколько ты под... 10 тысяч рублей? 15 тысяч рублей? Сколько это будет стоить? Все эти чмоканье вырезать. Не надо даже, я не прошу монтажа крутого. Не нужно мне оно, нет, нет. Просто вот эту грязь, ну, грязь убрать. Ну, неужели это сложно, а? Ну, неужели это так сложно сделать, а? Ещё, конечно, меня забывали, что в 21 веке, в 2021 году люди могут выпускать видео в качестве 360 пикселей или 720 для платного, напоминаю, курса, который стоит... Да, ладно, оценим, поговорим чуть попозже. Плюс, опять же, ребят, вы меня, конечно, извините, но это какая-то реально просто очень жёсткая халтура. Такое чувство, что у неё кто-то там рядом спит, а она не пытается его разбудить. Она как можно быстрее рассказывать, что тут жимочки, нужно тут быстренько рассказать. И тихо-тихо, чтобы я не услышал. Да надо, что люди спят, я не хочу. Ну, надо, вот тут так вот делать надо. Future Perfect, Future Perfect Continuous. Тут особо много информации не будет, потому что эти времена достаточно чёткие и понятные. В них там не очень много инфы. И рассматриваются они, кстати, только на высоких уровнях. Так что поздравляю вас, если вы дошли до этой вечеринки. Ну, good job. Как они выглядят? Смотрите, Future Perfect Simple, да, это то, что просто Future Perfect, да. Это у нас с вами всегда какой-то подлежащий главный герой. Потом всегда Will Have для всех. И Хищи тоже будет Will Have. И глагол в клейной форме. Future Perfect Continuous — это подлежащие. Will Have Been — тоже для всех всегда. И глагол с окончанием ng-формы — элементарнейшая. Просто, ну, то есть самые лёгкие времена в плане построения. Пример. I will have finished this homework by tomorrow. Я уже закончу эту домашку к завтра. Смотрите, мы не знаем, когда это будет конкретно. Но у нас как бы есть точка, к которой оно будет сделано, да. Когда именно сделано, там, в пять вечера, в шесть вечера, мы не знаем. Есть просто результат к какому-то моменту. И всё. Это Future Perfect. I will have dated him for a week by next Monday. К следующему понедельнику я буду с ним уже, да, я провстречаюсь с ним уже неделю. Ну, то есть мы не знаем, когда именно. Может быть, в воскресенье уже будет там у них негодовщина недельная. Или в субботу. Мы не знаем. Но говорим, что понедельнику будет уже неделя. И поэтому, какая бы там ни была харизма, она теряется из-за того, что она не может полностью раскрыться. И таких видео просто вагон и маленькая тележка. Она просто с максимальными ужибками. Уже какая-то такая зл***ка. Как будто этот курс нахуй неинтересен. Просто берёт и что-то там рассказывает. Абсолютная халтура. Просто самая настоящая халтура. Она просто села возле дивана. Там у неё кто-то спит. Она решила его не будить. И давай погнала рассказывать эту херню. Всякие вздохи, пуки, чавканье она не вырезала. Ну, как бы вот, пожалуйста, кушайте, слушайте. 20 минут, как человек вам что-то будет абсолютно не харизматично рассказывать. Ну, а что? А что-то ещё нужно? Что я считаю, это просто эталон того, как надо правильно записывать видео. Так что, если подытожить по роликам, есть хорошие моменты. Есть какие-то реальные вещи, да? Которые, ну, в смысле, обычные реальные вещи, которые вы можете прочитать самостоятельно. Ну, я ничего, конечно, не говорю. Но статей до хера в интернете. Роликов в интернете тоже до хера. Ну, как бы, ну, можете прочитать в интернете. Плюс есть довольно странные объяснения, непонятно откуда взяты. То есть, они обусловлены её личным опытом. Некоторые почему-то она решила выдвинуть за теорию. Ну, как бы, не знаю. Это довольно странно. Ну, и, конечно, по оформлению видео говно. Откровенный говно, понос, жопа, херня. То есть, это очень плохо. По моим ушам больно. Реально, моим ушам больно. Но зато всё хорошо объяснило. Правда? Ведь это самое главное. Причём самое забавное, что большинство того, что она говорит, приправляется фразой типа «забудьте всему, что вас учили в школе». Да, это не прямая цитата, но она просто говорит, мол, ну, вам в школе, наверное, так объясняли, да? С таким вот надменным видом типа «Ха, дебил, сейчас я вам расскажу, как надо». И реально, какой огромный плюс я могу здесь выделить, это тайм-коды. Потому что она выкладывает свои видео на YouTube, и она делает тайм-коды. Это очень хорошо. И люди, которые делают свои видео по несколько часов, ну, я считаю, должны делать тайм-коды. Я не про себя. Хотя даже я начал делать тайм-коды, но я типа говно. Я не продаю вам ничего, как бы поэтому смотрите всё видео, если я так захочу, понятно. В целом, если вы продаёте записанные видео и продаёте типа длинные записанные видео, просто делайте тайм-коды, намного проще будет людям смотреть ваше видео. Ну, как мне кажется, опять же. То есть эти тайм-коды, они в принципе помогают потом при пересмотре видео. Но я, конечно, не знаю. Если вы выдержите все эти чавканье, хуявканье, да, тогда, наверное, вам эти тайм-коды будут актуальны. Я как бы, ну, не могу так много чавканье смотреть, типа, ну, меня тошнить начинает. Вот не знаю, в чём проблема моя. А так, в целом, да, всё-таки хочу сказать, что там есть нормальные объяснения, там есть много информации, которая в целом неплохая. То есть я не буду говорить, что там всё плохо. Просто вот эти конкретные два момента в видео, которые я посмотрел, и в моменте, в котором я разбирался недавно, ну, меня немножечко смутили. Далее к этому видео идёт домашнее задание отдельным PDF-файлом, а потом идёт видео-разбор этих домашних заданий. Друзья, кто сделал домашку? Ну, я вами восхищаюсь. Это супер-пупер. Вы классные. Давайте сверяться, давайте разбираться. Кто не сделал, небо не упало, но лучше делайте. Гот. В задании 1 нам нужно было исправить ошибки. Ну, во-первых, их нужно было найти, друзья. И кто заметил, ошибки были не только в штуках, связанных с темой урока, но и таких, как бы, около моментах. Но на нашем с вами уровне уже, как бы, пора бы их видеть. Поэтому погнали. Смотрите. He was sitting in the armchair and she was standing. Абсолютно, да? Никак не stand. She was standing near the window. В чём штука, ребят? Was standing. Она что делала? Да? Он сидел в кресле, а она стояла. Длинное действие. Два парильных действия. Приветики. Past. Continuous. Плюс the window. Ребят, почему the window? Потому что он сидел в конкретном кресле, а она стояла у конкретного окна. Правильно? Поэтому near the window. Кто упустил этот момент? Не секси. Обращайте внимание. Как вы уже поняли, домашних заданий два. Первые, которые вы смотрите с проверкой видео, а вторые вы отправляете куратора. Поскольку у меня куратора нет, ну, видимо, эти задания вы тоже так же должны там проговаривать, продумывать. Ну, короче, всё для себя. Но это, в принципе, окей, потому что мы знали, на что идём. То есть у меня здесь проблем нет. И что касается первых заданий, там есть нормальные задания. Мне очень понравилось задание на исправление ошибок. Как мне кажется, это довольно неплохое задание. Плюс там есть стандартное задание на раскрытие скобочек, стандартное задание на перевод. Ну и, собственно говоря, всё. То есть вторая часть задания мне нравится намного больше, потому что там как раз-таки больше развивается ваше говорение. Ну, потому что их нужно отправлять к куратору. Соответственно, их вы должны наговаривать. То есть там составить историю по картинке. Или, допустим, описать картинки, используя слова, которые она вам дала. Или, допустим, рассказать о своих недовольствах. То есть у неё там было использование времени Present Perfect Continuous в качестве недовольства. Действительно такое есть, да? И отлично, это классно. То есть можно использовать на своём личном опыте. Это хорошие задания, которые действительно привязаны к вам эмоционально, и вам будет интересно их делать. Не смотря даже на то, что вы будете делать их самостоятельно, без куратора, у вас есть возможность как бы немножко покопаться, подумать, поразмыслить, погуглить и так далее. Понятно, что для уровня C1 это не вся отработка. Ну и для любого уровня это не вся отработка. То есть, по идее, вам это всё нужно идти и где-то там практиковать. Где? Ну, в Дискорде, наверное, там, или в Кэмбле, я не знаю, где угодно. Задания, которые мне не понравились, это типа объясните, почему здесь вот это время. Привет, теорограмматика. Я правда не знаю зачем, как бы для чего. Ну, окей, хорошо, пускай будут, но мне кажется их перебор. Даже потом, вот в этих заданиях для куратора, там есть задания типа составьте предложение, объясните, почему использовали это время. Ну, как бы такое, как мне кажется. Ну, типа, окей, ладно, наверное, возможно, кому-то это будет полезным. Окей, хорошо, без проблем. А дальше нам дают тесты на отработку грамматики. Когда вышло первое видео, нам после него скинули тоже тесты, там, через какое-то время, да, тесты на повторение, собственно говоря, этой грамматики. И после того, как видео вышло в четверг, нам снова кинули тесты, где уже как раз-таки повторялись оба эти правила. Тесты на другом сайте, ну, типа, спасибо и на этом, я что должен сказать здесь, я не знаю, ну, типа, тесты, тесты. Да, это действительно неплохое задание, оно называется Keyword Transformation. У вас есть предложение, и к ним подписываются слова. И, собственно говоря, вы должны трансформировать, то есть перефразировать вот это вот предложение в то, чтобы вот это слово подошло. И, как правило, это все связано с темами, которые мы проходили грамматически, да, то есть опять же идет снова отработка грамматики. Это хорошее задание, я спорить не буду, мне саму очень нравится перефраза. Часто пользуюсь подобным упражнением, когда, там, делаю какую-то механическую отработку с детьми. Далее идет аудирование. И вот у меня к вам вопрос, что вы ожидаете от аудирования в курсе, который называется «Врывайся в С1». То есть аудирование, которое я должен вас подготовить к уровню С1. Я, опять же, не профессионал, там, типа, дебил. Я все-таки ожидаю, что ту грамматику, которую нас пичкали, которую нам давали, да, она как-то будет, ну, я не знаю, отрабатываться в этом аудио, да, там будут какие-то моменты с этим связаны, что-нибудь связанное с тем, что мы проходили. Но в аудирование нам просто кидают видео. Видео какого-то тревел-блогера про Боли. И после него идет тест. Связано ли это как-то с грамматикой, которую мы проходили? Связано ли это как-то с темами, которые мы проходили? Нет. Это просто видео, которое вы слушаете и потом отвечаете на тесты. Также в этом курсе еще развивается ридинг. Что же нам дают на ридинг? Да, это просто какая-то статья и снова тест. Читайте, как бы, и вот вам, пожалуйста, просто, ну, нажимайте там, тестите, решайте и все. Пока молчу, идем дальше, идем дальше. Главное, объясняет правильно, я считаю. И вот далее идет самое интересное. И вот там нам дают просмотр сериала. Первая серия сериала «Ривердейл». Вы его смотрите, отвечаете на тесты и потом вам дается список слов в квизлете. И это... Ну, честно, это просто... Я захожу в квизлет, смотрю, я не совсем уверен, что это слова уровня C1, потому что, допустим, слово «figure out» я недавно разбирался со своими детьми на уровне А2. Ну, типа, вот так вот, прикиньте, получается. Слово «apps» я тоже не уверен, что они зачем-то нужны на уровне C1. Естественно, слово полезное, но почему вдруг кто-то решил, что это на уровне C1? Там есть, конечно же, и хорошее слово. Вы сейчас все видите, да? Но вот, допустим, в бесплатном видео на канале LinguaTrip там тоже разбираются слова уровня «advance», слова для уровня C1, и там они значительно сложнее, и там совершенно другой уровень слов. Но прикол в том, что в квизлете самая вонючая отработка, которая, в принципе, может быть. Потому что сначала мы просто выбираем правильный вариант ответа, а потом мы пишем перевод на русском. Понимаете, вот на этой второй сцене я просто скипнул, потому что меня за***ло постоянно замедлять свой прогресс, потому что я ставлю слово «тебя» на русском языке в неправильную форму. Я писал сначала «рад видеть тебя», а там надо «рад тебя видеть». Я вот так несколько раз п***ся, еще там несколько раз п***ся, потому что подобрал русский синомим к слову, потому что там же есть английское слово и один перевод – все. Поэтому меня эта отработка просто в жопу не устраивает. Такая работа со словами можете их в жопу запихать, потому что учить максимально правильный перевод, который придумала Наталка, мне нахер не нужен. Мне нужно уметь использовать эти слова в реальной жизни, использовать эти слова в контексте, использовать эти слова в речи. Если это глагол, то использовать его с разной грамматикой и в разных ситуациях, когда это может подойти, понимаете? Учить правильные переводы, я там не знаю, что в квизлете будет дальше, что там будет потом, но мне это нахер не уперлось, просто в жопу не уперлось. Все вот эти прекрасные переводы слов мне не нужны, оставьте кому-нибудь другому. И, возможно, она там подготовила какие-то предложения, где их нужно вставить, но пока что это санина и говно. Пока что так. И тут мне можно возразить, ведь если мы откроем файл после каждой серии, то там будет как раз таки список этих слов и упражнений, где нужно поставить слова в пропуске, типа, чтобы понять, как они используются в контексте. Это замечательное упражнение, но оно, сука, единственное. Больше нет ничего, кроме квизлета. И вас, наверное, интересует вопрос, а будут ли эти слова где-нибудь потом, потому что это последний день, последнее занятие курса, будут ли они на втором уроке. Хер там плавал. Ничего там не будет, потому что эти слова, ну, они просто есть. То есть, по сути, что у нас получается? У нас получается объяснение, у нас получается к ним домашнее задание. Это единственное, что здесь проработанное. По сути, здесь просто грамматика, проверка домашней работы. Все остальное, это просто чтобы было. Вот Наталке нравится смотреть Ревердейл, ну и вы смотрите, там какие-то слова есть. Наталке нравится читать про пики-блайндерс? И вы тоже почитаете. Наталке нравится смотреть Тревел-блок? Ну и вы посмотрите. Охуеть с этим делать? Мне непонятно, потому что это все, ну, опять же, да, опять же сейчас скажут, да, еб***ь, да, грамматика переводной методики, ой, ты еб***ь, еб***ь, посмотри, б***ь, классно объясняет. Она так классно объясняет, то все остальное здесь просто потому что, вот тут просто потому что, и все. Дело не в грамматике переводной методики, дело в том, что здесь ни хера не связано от слова совсем. Есть грамматика, есть какая-то левая лексика, непонятно откуда взято, и все, они вот так вот разбросаны. И что ты с этим хочешь, то и делай. Никак методически это не проработано, никак, абсолютно ноль. И за что спрашивается, я должен платить бабки? Где здесь курс, когда мне просто накидывают ссылочек, накидывают ссылочки на тесты, и все. Прорешивать тесты, дорогой дружок, сразу преодолеешь свое плато в B2. И вот знаете, наплевать на говорение. Заметьте, я здесь ни слова не сказал про говорение, потому что вы можете в принципе считать, что в этом курсе его нет. Потому что, если мы посмотрим другие тарифы, например, тариф за 139 долларов, где в принципе у вас появляется куратор, и появляются разговорные клубы. Они идут еженедельно, как я написала, то есть они идут каждую неделю. Шесть недель идет курс, вы получаете шесть разговорных клубов. Будете ли вы там отрабатывать те слова, которые вы узнали, будете ли вы там отрабатывать ту грамматику, которую вы узнали, я не знаю. Но я вам точно могу сказать, что за час времени неделю материала отработать невозможно. Если мы пойдем к следующему курсу, который стоит 279 баксов, а это на секундочку 20 тысяч рублей, что же вы получаете? Вы получаете личный чат со мной, поддержка 24 на 7 ответы. Окей, наверное, кому-то это надо. Полноценное индивидуальное занятие, заметьте, в единственном числе занятие во время курса. Наталка, она снизойдет до вас и немножечко с вами поговорит, пообъясняет, так сказать, правильно, какие-то моменты разъяснит. И, собственно говоря, два спикинг-клаба еженедельно. Это неплохо. Вот здесь на самом деле даже есть шанс, что вы сможете отработать всю ту лексику, всю ту лексику и грамматику, которой она дается. Типа, ну 20к. За методически непростроенный курс 20 тысяч отдавать нельзя. Честно говоря, я даже не уверен, что за это можно отдавать 100 баксов, потому что это просто записанное видео по грамматике, к ним неплохие местами упражнения и все остальное, это просто ссылки, которые Наталке нравятся. Все. Ну типа, я такое тоже могу сделать, как к нихер делать. Вот классный сериал, зацените. Вот эта статья мне понравилась. А вот, кстати, отличное видео, я сегодня посмотрел, тоже зацените. Но записанное видео на русском, я думаю, всем понятно, что несложно открыть какой-то сайт или какой-то учебник и просто о нем рассказывать. Это несложно. Хотя, судя по моим комментариям, наверное, в этом заключается сложность. Поэтому, да, конечно, берите, вот это реально топ. 100 баксов за объяснение. Класс, вам понравится очень. Ну а если говорить серьезно, то опять же, я не так давно делал обзор на Wall Street English и он собрал очень мало просмотров, потому что некоторые люди подумали, что это реклама, а некоторые люди просто не смотрят, потому что это что-то хорошее, и поэтому он не вирусится. Я все-таки за хороший продукт, и я еще раз скажу, что Wall Street English стоит не намного дороже. Да, здесь на полтора месяца, там на месяц. Ну, суть дела-то не меняет. Там вы платите, там, 7-8 тысяч рублей за месяц. Единственное, заплатить нужно за два занятия, да? Ну, я думаю, можно как-то договориться, если уж сильно постараться. 8 тысяч рублей вы заплатите. Здесь вы платите 100 баксов. Это 7 с лишним тысяч рублей. Разница в тысяче рублей невелика. Но сколько там интересно все преподносит, насколько там у вас развиваются все навыки, и насколько здесь вы... Это просто говно. Типа, вы ничего здесь не развиваете. Вообще, абсолютно. Вы просто так же можете сами гуглить все эти объяснения в интернете, или просто взять эту книжку, скачать, да, Advanced Grammar News, которую я сейчас пользуюсь в качестве справочника. Вот такую подмышку взять и смотреть, читать то, что вам нравится, то, что вам интересно. А все остальное просто тоже смотреть. Смотрите тревел-блоги, слушайте подкасты, слушайте аудиокниги, там, смотрите фильмы и так далее. Ну, что? Что здесь такое? Что это такое? Почему, блин? Почему, блин, у вас столько халтуры? Ну, почему, блин, вы такие халтурщики, нахуй? У вас же денег, блядь, хоть жопой жуй. Я поставил там в телеграм-канале, там что-то сколько человек... Я, блин, сейчас посмотрю. У вас там 237 человек. Ладно, возьмем просто хотя бы 200 человек. Умножаем это на просто 100 баксов. На 100 баксов умножаем, получается, 20 тысяч долларов. Минимум. Это по самому минимальному тарифу люди купили. По самому минимальному. Понятно, что это за все время. И там, наверное, весь чат. Ну, 20 тысяч баксов. Ну, е-мое, минимум. Ну, неужели так сложно нанять методиста? Ну, неужели так сложно посоветоваться с людьми, которые разбираются в этом? Ну, неужели так сложно придумать хоть что-то более интересное, чем объяснение грамматики на русском? Ну, неужели это настолько тяжело? Неужели настолько тяжело нанять монтажера, который все подрежет? Неужели так тяжело студию какую-нибудь пойти красиво снять? Ну, это... Ну, это пи***ц. Ну, это просто пи***ц. Ну, реально, ну, это... Это халтура самая настоящая. Как вы нахуй врываетесь в С1? В жопу вы врываетесь в самую полнейшую. Ну, какие нахуй С1? Как это поможет вам преодолеть плато вот это Б2? Вот это одно из самых сложных. Вот как? Как? И я тоже не знаю, ребят. Ну, вы потом просто еще и по временам марафон купите, по фразам, глаголам во, будет... Бл***ц, буду, вообще нормально будет. Ведь... Ведь марафон и по временам это не нахуй, это реально нормальная тема, я считаю. Я не знаю, есть смысл говорить о плюсах и о минусах? Ну, плюсы, это разделено на уровни, есть порой нормальные объяснения грамматики, есть тайм-коды, есть неплохие задания. Все, все, это все, все остальное, типа, ну, это, я не знаю, это не простроено, это не простроено методически, отвратительно записаны видео, очень много странного материала в этих видео. В качестве отработки вы практически всегда процентов 90 получаете тесты какие-то, нет вообще никакого развития навыков, да, то есть, если мы, там есть аудирование, оно ничего не развивает, ну, просто аудирование, ничего, там, ни лексики, ни грамм, ну, что-то там, что-то послушайте, похеру. Есть это чтение, то же самое, то есть, типа, навыки есть, но что они развивают, хуй его знает, какая там цель, для чего, непонятно. После всего этого еще вот такой вот вопрос по скриптам, да, скажем так, вот если вы преодолели уровень B2 практически, вы уже идете к уровню C1, неужели вам так нужны объяснения грамматики на русском? Неужели это прям вот основополагающая вещь, которая вытащит вас от уровня B2? Непродвинутая лексика, не очень хорошее развитое говорение, аудирование, не это все, да, именно записанные видео по-русски. Наверное, уровня B2 не хватает, чтобы воспринимать грамматику на английском, да, и вообще какие-нибудь другие видео. Ну, если так, ну, может вам, ребят, пока рановато-то на C1, может нужно на A1 или на A2, на B1 уже все, там уже все давно все на английском понимают, поэтому, ребят, я, честно говоря, не знаю. Подумайте над этим, но на сегодня у нас все, спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии и ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком easy. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok